Все земли по весне пересчитают. Борис Дубровский потребовал от глав отчет по пашням. До 1 мая руководители сельхозхозяйственных территорий должны предоставить планы о возвращении в оборот неиспользованных земель. Посевные площади в области увеличиваются, но целина еще остается. Какие задачи стоят перед фермерами и как государство им поможет, расскажет Егор Хвисюк. Южноуральские аграрии в этом году засеют на 5000 гектаров земли больше, чем в предыдущем. А вообще посевная площадь составит 1 856 000 гектаров земли. Об этом заявил сегодня министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков на областном совещании под председательством губернатора Челябинской области. Министр также отметил, что в этом году регион продолжит работу по возвращению в оборот неиспользуемых пашин. Так, в прошлом году 21 000 гектаров земли была возвращена в работу. В этом аграрии освоят еще 10 000 гектаров земли. В целом же подготовительные работы к посевной идут по плану. В готовности уже 80% техники. А к 20 апреля вся она будет готова к работам. Запасено более 270 тысяч тонн зерна. В прошлом году мы собрали почти два, как бы, да, миллион 985 тысяч. Надеемся, что при благоприятных условиях, погодных в первую очередь, у нас, конечно, есть все основания говорить о том, что мы этот план не просто выполним, а перевыполним. Еще одним ключевым вопросом, обсуждаемым на совещании, стала подготовка к пожароопасному сезону. Начальник управления лесами региона Виктор Блинов заявил, что сейчас техника и инвентарь готовы на 100%. Личность состава укомплектована на 84%. Кроме того, в 2017 году планируется закупить 44 компьютера для пожарно-химических станций. Они помогут более детально отслеживать обстановку с пожарами в регионе, а также более оперативно реагировать в случае критических ситуаций. В апреле-май здесь необычно. Осадков ожидается меньше, а температуры немного повышены. Если взять в целом лесопожарный сезон, то он в пределах средних многолетних, в температурном режиме и по количеству осадок. Следующим вопросом совещания стало использование южноуральцами электронных госуслуг. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, к 2018 году более 70% всех жителей страны должны пользоваться электронными госуслугами. Министр информационных технологий и связи Александр Козлов заявил, что на данный момент электронными услугами пользуются 55% всех жителей области старше 14 лет. И к 2018 году нужный показатель будет достигнут. За хороший доклад мы благодарны. Действительно, он очень системный. Он очень системный. Он, собственно, отражает все тренды и тенденции, которые перед нами стоят, которые мы будем отслеживать на протяжении этого периода времени. Следующий доклад я все-таки вам предоставлю слово. Мы это фиксируем по итогам полугодия. Егор Хвисюк, Айдар Насыров, ОТВ.